150 лет именно столько прошло со дня рождения Константина Бальмонта, известного поэта-символиста Серебряного века и нашего земляка. В честь знакового события стартовали праздничные мероприятия. Так в музее имени Бурылина состоялось торжественное собрание, на котором лучшим исследователям творчества поэта вручили премии и награды. Литературная премия имени Константина Бальмонта «Будем как солнце» учреждена правительством Ивановской области в 2007 году. Премия присуждается за значительный вклад в изучение творческого наследия Константина Бальмонта и за значительные литературы веческие труды. В этом году луреатом премии стал Ивановский литератор Александр Романов. Исследованиями Ивановских филологов занимаются уже более 20 лет, а последние 10 посвятил как раз творчеству Константина Бальмонта. В два тома Александра Романова вошли малоизвестные тексты произведений поэта-символиста. Сегодня мы открываем нового Бальмонта, неизвестного еще. Я представляю вот две книги выпущенные, два тома – поэзия и проза и переводы. Мы очень многого еще даже не знаем и в биографии, и в его творчестве. Есть много белых пятен. Поэтому хотелось бы, вот юбилей – это юбилей, собственно, изучать Бальмонта серьезно. Сейчас Александр Романов планирует к выпуску третий том – книга на доработке. Самые лучшие произведения Константина Бальмонта показаны в этот день на выставке прижизненных изданий автора в Центральной научной библиотеке. В экспозиции представлены книги из редкого фонда, а также произведения из личной коллекции потомка Константина Бальмонта. Всего представлено порядка двухсот произведений печати. Это и периодическая печать журналы, различные сборники, альманахи и также самостоятельные независимые произведения автора в отдельных публикациях. Эти книги охватывают весь творческий путь Константина Бальмонта – от первого сборника до изданий, вышедших в эмиграции. Помимо книг, на выставке представлены фотографии Бориса Сидорова. Автор каждый год ловил лучшие моменты бальмонтовских чтений. Часть фотографий черно-белые, те, что поновее, цветные. Ценность этих фотографий в том, что они показывают бальмонтовское движение с его зарождения в 1989 году. И, в общем-то, по прошлый год, все, что происходило здесь у нас в Шуле, на родине Константина Дмитриевича, в бальмонтовские праздники. То есть, раз в год проходит вот этот праздник, посвященный дню его рождения. И вот то, что сумел запечатлеть именно Борис Алексеевич Сидоров. Одним днем празднование юбилея поэта-символиста не ограничится. Мероприятия продлятся до 17 июня. Основная часть из них пройдет на родине Константина Бальмонта – в Шуле. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.